девочки девчонки всем привет всем здравствуйте я рада вас приветствовать на своем канале который я посвятила вязанию спицами и крючком и собственно говоря я сегодня решила немножечко посеять перед камерой через какое-то время мы обязательно с вами вернемся к нашему столу я сегодня в серии хочу показать посылки посылки давайте так показать подарки которые мне девочки прислали женщина и вита вот девочки привет вам мои родные вот единственное что половина того что прислали вкусняшек девчонки ну конечно же уже нет потому что посылки я получила до нового года то есть они успели приехать до новогодних праздников до каникул поэтому я сейчас на все это дело смотрю и кое-что конечно же я принесла и я с удовольствием покажу то что девочки мне прислали знаете сижу сейчас мастерской роман у меня дома с малым а я пришла сегодня собственно говоря отснять вам это видео и ну и случилось так что еще параллельно маникюрчик а мне ключик сделала вот поэтому сегодня и приятно и с полезным да и поработала и с вами пообщалась в общем со замечательной девочки вот на заднем плане он у меня так женщина он у меня так мастерской живет у на у меня еще есть один тигренок я могу обязательно покажу но он остался дома это тигренок андрюшки вот женя подарила нам вот таких вот символов года я просто влюбилась женя женя на своей страничке девочки я оставлю данные да уже не очень хорошо получается вязать вот такие игрушки я хочу вам его показать так не чтобы там на столе крутить до этого тигру эту вот хочу показать так чтобы он был зеленоглазый это чудо вот вместе тут со мной в кадре побыл это подарок жене вот это конкретно мне а у романыча он чуть поменьше потому что ну все-таки маленький до человек человек пока еще маленький тигр тоже пока маленький вот это плюшевая ниточка тигренок вот такой с хвостиком совершенно чудесное создание я не знаю я когда-то с такими с такими белыми тапками не могу прям вот эти вот девочки я восторгаюсь у меня жениных уже три игрушки вот казалось бы да вот один у романыча тигренок бегемот тоже из плюшевой ниточки и вот теперь вот такой вот красавчик у меня есть она его приодела с пуговками тут не пуговки кнопочки лиловые кнопочки тоже комбинезон чик связала вот приодела красавца мужчину вот и он у меня женщина он у меня живет в моем кабинете вот и когда девочки заходят для того чтобы сделать маникюрчик они очень сильно внимание на него обращают он у меня там сидит на полочке почетное место у него там есть вот поэтому девочки такую красоту мне моя женщина подарила такой тигра с выразительными зелеными глазами бусинами вот поэтому это чудо маленькая как маленькая такой достаточно пузатая на самом деле вот посажу пусть пока пасе вдруг что-то криво сел как тебя вот так наверно вот в общем девочки будем все рассматривать на столе да все все будем смотреть я теперь буду стараться снимать видео почаще на самом деле спасибо вам большое за отзыв по поводу у второго канала прямо огромное спасибо в том плане что сегодня мне пришла мысль по поводу названия про футра знаете как глаза открыла и на тебе пожалуйста как глаза открыл это было 4 утра открыла глаза в 4 утра вот и мысль пришла но мне ее нужно еще обмозговать как-то это и знаете ну мне кажется у меня еще в голове должна созреть картинка вот этого вот этого канала да что там и как там должно быть но по крайней мере я же говорю с теми событиями которые у нас произошли да я думаю что будет о чем снимать и про котов да 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 девочки я помню про котов я помню мне задавали вопрос еще в прошлом году по поводу того ну история появления да и откуда такие имена вот то есть у меня такое достаточно большое количество котов я бы сказала для для нас это очень много благо они у нас все воспитанные все культурные вот провели со многие знают уже да что у меня его раюха мой нашел до пес которого буквально нашел да и вот его через несколько месяцев не стало потому что уже старенький пес был вот и а все остальные спасеныши все остальные были брошены под нашими окнами просто умирать в 30-градусный мороз но мы не смогли короче половину приперла я половина приперла мама мы с ним вдвоем наших мужчин кошмарили рома уже ничему не удивлялся у папы у папы была шерсть дыбом но тем не менее сейчас это самые любимые плюшки которые только могут быть и поэтому я им уже обещаю что говорю ребята милые мои я говорю я вам обещаю мы будем строить дом мы рисуем уже смеялись надо каждому коту по комнате вот но тем не менее игру мы будем переезжать все дружной компании поэтому когда тот день наступит вот мы поедем вместе с хвостатой банды на самом деле у меня много котов и я с удовольствием про них расскажу и и покажу и расскажу потому что они такие оригинальные создания каждый своим характером собственно говоря ну наверное как все коты до в каждой семье есть какие-то коты с тараканами в голове вот у нас это велес он наверное должен был собакой родиться он наверное об этом не знал наверное где-то кто-то душу поменял местами должна была родиться собака родился велес ладно что такое небольшое лирическое отступление пойдемте смотреть на столе пойдемте смотреть на столе что же мне девочки прислали я постараюсь разграничить эти посылки но мне сейчас уже это сложно сделать потому что она все поперемешалось и поэтому девочки вита женчика милые мои пожалуйста на меня не обижайтесь я покажу ваши подарки великолепные подарки все что буду вспоминать что что именно и от кого именно я обязательно буду говорить а так буду показывать все вместе девчонки пойдемте смотреть и так девочки мы с вами перешли на стол да постараюсь сейчас сделать так чтобы было вам удобно смотреть положила здесь некоторые вещи да и давайте приступим девочки со мной я так думаю в ну вот наверное всю дорогу вот эта мадам у меня тоже стоит в кабинете я думаю что я ее буду ставить вот эту чудесную девчулю с косичками буду ставить на стол да для того чтобы снимать видео где-то палец замарала аж два раза замарала два пальца замарала вот буду ставить ее на стол и мне она очень нравится это мне прислала вита вот эта девчуля у нас из норвегии вот и пусть она стоит вот такая вся красивая в этой шапочке дальше вот такая красивая совершенно оригинальная свеча это свеча просто ну просто свеча мне ее жалко даже открывать поэтому она у меня цвет это вита прислала да поэтому она у меня стоит запакованная дальше была еще кружка кружка большая кружка я даже до нее дотянулась девочки вот такую кружку санта из камень вот такую кружку прислала вита самое интересное что я честно думала что я из нее буду пить здесь в мастерской и буду пить чай но когда я увидел роман сказал о большая кружка и все и в общем то так получилось что из этой кружки пьет роман вот обалденная такая хорошая керамическая кружка и еще вита мне прислала вот такой вот ежедневничек планер 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 в общем-то планировать свои рабочие дни или просто там чего-то там в общем я здесь записываю все это дело у меня под рукой всегда вот эта книжечка да с ней очень удобно это на 22 год такой тебе и календарик вот и и все вместе да то есть тут вот таким вот образом можно планировать каждую каждую понедельно да то есть феврале в марте если там ежедневно то здесь можно сразу же раскладка такая да в каждую неделю каждая неделя можно сразу записать какие-то значимые события до которые могут происходить в жизни вот поэтому вита огромное тебе спасибо хорошо помещается в сумку в мою и в общем то и даже во внутренний карман моей безрукавки жилетки вот и еще девочки то что все тут считаю кручу то что вита мне прислала девочки у меня появился вот такой вот органайзер подставка эта штука стоит у меня вита на своем канале показывала такие это из фетра до показывала вот такие органайзеры подставки девчонки я когда увидела я была в таком диком восторге она спрятать и тут карманы есть вот здесь кармашки а вот здесь вот этот вот он крепится на липки да вот этот вот кошелечек перегородка кармашек на кармашке это настолько удобно сюда я складываю у меня тут денежка у меня тут лежит денежка тогда когда девочки за маникюр оплачивают наличными вот мои здесь я записываю своих клиентов вот и собственно говоря вот такая вот тоже чудесная у меня я уже ее показала да здесь мое обучение и все 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 что относится в принципе к маникюру какие-то записи что нужно купить то есть такие вот еще цветные у меня тут ручки есть вот все что нужно допустим купить какие материалы закончились так дальше то есть для моей работы вот этот вот органайзер подошел просто идеально вот вита огромное тебя спасибо за него я я его когда увидела я была такая довольная вся потому что я видела видео у тебя вот такие вот подставки до органайзеры и когда я увидела то же самое у себя в посылке когда это доставал из коробки ну конечно я была прям вот вообще просто блин удивлена в общем я пищала от восторга вот блин удивлена да вот высказала до крайнюю точку наивысшее эмоционального состояния блин удивлена но вот так в общем то также там еще была такса деревянная составлен ее можно было составлять как пазл это для малыша для андрюшки то есть еще были конфетки шоколадки то есть много много вкусного также были крема знаете надо поставить подальше а потом тянутся так чтобы аж спину клинанула вот это вот и я вся в этом вот этот крем девочки это тоже прислала вида крем настолько великолепный он так классно пахнет девочки ну вот я не знаю я его оставила здесь в мастерской то есть все остальные крема которые были я уперла домой естественно с мамой вдвоем пользуюсь это английский madden england это английский крем и он обалденно пахнет и после него ручки такие вот бархатистые становятся прямо очень сильно бархатисты очень сильно вот это что касается таких вот ну не рукодельных подарков да женщина тоже прислала обалденные подарки для андрюхи вот игрушки и этот и тигренок да и много там чего такого интересного было чем мы до сих пор играем в общем лего что ли лего или как он называется но в общем такие конструкторы да с большими с большими детьми лего дупла что ли вот вот из этой серии что-то вот ну там знаете тоже девчонки всяких и вкусняшки и там что такое вот что чем мы сейчас пользуемся и там для педикюра и ну в общем всякие такие штуки которые крема вот это все это ну блин это очень удобно это очень вдохновляет всем этим пользоваться поэтому собственно говоря с удовольствием пользуемся да и девочки огромное вам спасибо за то что думаете не только скажем так о том как меня порадовать вот так сказать да то есть но подарки для чего для того чтобы человека порадовать но по крайней мере у меня такие мысли и мотивация да когда я человеку собираю какой-то подарок вот ну и также не забывайте о малом это очень это очень приятно это вдвойне приятно потому что андрюха конечно на все это реагирует там конечно вита такса это разлетелось в хлам вообще в разные стороны теперь мы эту хвосту голову находим в разных сторонах квартиры вот в разных уголках но тем не менее мы ее периодически собираем потом снова разбрасываем потом снова собираем тоже там и паровозиком этим пользуемся женщина который прислала он у нас вообще по всей квартире ездит вот тут у нас и все ну то есть вообще классно девочки спасибо огромное за эти эмоции и спасибо за то что ну я вижу какие эмоции испытывает мой малыш когда из коробки или допустим домой до открывала здесь мастерской домой приносишь игрушки он просыпается приходит и там игрушка это круто это дорогого стоит спасибо вам мои хорошие огромное вот теперь давайте я вам буду показывать то что девочки мне прислали рукодельного вот это две пасмачки вот эти были были в жениной посылки это газал хэппи фит это то что я хотела купить в итоге купила юникорна до этого единорога вот милая спасибо тебе огромное девочки вы меня хоть стреляйте я трогаю эту нить и я понимаю что мне капец как жалко пускать это дело на носки девочки и я хочу знаете что еще сделать вот оно лежит я это трогаю потому что лежит это все теперь в мастерской да я вам говорила вот я это дело трогаю и и я понимаю что я очень сильно хочу купить к вот этим двум моточкам еще вот хэппи фит вот такой цветной парочку как минимум и юник колор да там где однотонный газал хэппи фит однотонный девочки я хочу вязать из этого джемпер я не хочу вязать из этого носки блин я понимаю что это носочная пряжа как бы да я это все прекрасно понимаю но она настолько классная настолько крут мне ну мне просто жалко ее на носки это будет обуваться в обувь носиться и никто эту красоту кроме меня по сути дела видеть не будет да это при том условии что если я там разуюсь куда-нибудь ну навряд ли это произойдет да вот поэтому лежат лежат два моточка две пасмочки вот этот оттенок обалденный цвет 30 32 45 32 45 вот а вот этот оттенок сейчас я вам скажу так 30 32 52 здесь 330 метров на 100 грамм и 75 супервош меринавул и 25 полиамид то есть ну вот специально тут мерино с которого можно стирать в машинке вот поэтому вот пусть вот эти два красавца лежат здесь я себе докуплю и свяжу джемпер не хочу его на носки дальше девочки пошло вообще какое-то чудо чудесное это то что прислала мне женя девочки вот это вообще для меня это настолько непривычная бобинная нить это это я как-то запрятала туда девочки это вот знаете это как плюш только тоненький плюш вот это вот как ализе да как он там называется не помню плюшевая ниточка и вот это вот тоже самое только тоненькая и из нее вот она вся вот видите такая где фокус вот она вся такая бархатистая она настолько нежная что я мне вот думается и видится из нее какой-нибудь такой джемпирог или туника оверсайз связанная связанная спицами вот здесь это ну понятное дело это стопроцентное полесье написано полесье соответственно это беларусь это беларусь скорее всего может быть это там где слонимскую да ниточку делают но полесье по крайней мере фабрика та же самая до стопроцентный пан понятное дело что это искусственный материал искусственная нить но она настолько классная девочки она настолько нежная и мягкая я из этого дела себе буду вязать обязательно вот я же говорю ту ничку оверсайз я прям перед глазами это дело стоит по крайней мере знаете когда смотришь на какую-нибудь ниточку в голове рождаются сразу какие-то образы и это радует дальше тоже я сейчас немножко пошуршу это дело чего это мироглио это мироглио это у нас значит италия и судя по всему девчонки посмотрите какой классный цвет вы посмотрите какой это классный оттенок вот девочки вы увидите такой вот как есть он настолько вкусный он такой он такой он такой натуральный я не знаю вот ну по-другому как сказать и по тому судя потому что ниточка такая немножечко как сказать то неравномерная но вот вы видите да она немножко волнистая у меня складывается ощущение что это хлопок я вот так это тоже мироглио и цвет белый вот такой вот смотрите это одинаковые 2 боби то есть нить одинаковая италия одно другое и я так думаю что это хлопок потому что вот загнобаруфа который у меня есть такой темно-темно оранжевый оттенок точно такая же вот такая как гофрированная вот это из-за скрутки вот поэтому и ну и по ощущениям по это это я думаю что это хлопок вот такие вот две бобиночки великолепные мне женечка прислала я это дело буду убирать здесь просто белый оттенок да ну вот этот ну такая вкуснота девчонки я не могу мне вот нравятся такие оттенки да когда из них что-то такое еще связано знаете вот прям прям ну очень сразу сразу все хочется из этого связать дальше еще немножко пошуршу вот здесь есть какой-то какой-то рыжик совершенно я даже не знаю как сказать о так тут ничего ничего внутри внутри нету девочки вы посмотрите какая интересная ниточка это это что-то тоненькое это что-то мягкое девчонки это дело скатывается поэтому я так смею предположить что девочки что это хлопок тоже это что-то это что-то может быть хлопок с чем-то ну вот ниточка не совсем однородная вот она тоненькая тоненькая вот но она не не совсем однородная вы видите как то она такая вот не очень прямая я бы сказала вот как-то по-другому никак не скажешь вот и такой горчично оранжевый горчично-рыжий оттенок вот тоже получается вязать в несколько несколько ниточек она очень мягкая она прямо мягкая мягкая прям вот знаете как не знаю по ощущениям прям как вата очень мягкая но раз ощущение как вата то я же говорю я могу сделать предположение робкие что все-таки это хлопок вот дальше я тут шуршать буду дальше дальше ко мне приехала от моего женька вот такая чудесная женя меня меня в этот раз добила бобинами добила в смысле понакидала бобин да то есть это вот прям вообще бобина 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 вот это это настолько круто мне это девчонки мне так нравится вот такого зелено-мятного оттенка вот здесь женечка видать перематывала и я прямо с ней согласна у нее здесь вот эта ниточка 4 сложения скручена не скручена осмотр на и вот мне кажется вот это очень уютная такая нормальная комфортная толщина для того чтобы вязать спицами это хлопок девочки это хлопок это обалденно красивый хлопок судя потому что я рыжая и я так думаю что я долго еще буду ходить в рыжем оттенке потому что что-то как-то к душе пришлось сильно да вот соответственно вот это дело особенно на лето девчонки как классно будет вот это дело прям будет чудесно и замечательно на мне сидеть так да это это знаете что это хлопок и и и это полухлопок там написано cotton и па то есть это поле акрил или полиамид акрил в общем акрил с хлопком не знаю какое соотношение но это вот очень очень такая симпатичного оттенка бобинка девочки вот вы его наверное видите немножко с голубым он на самом деле чуть-чуть в зелень уходит это такая я бы сказала знаете в ализе есть такое водная лилия по моему или водяная лилия вот что-то такое такой оттенок только ярче вот то есть он яркий насыщенный и последнее что я вам хочу показать последнее в плане ого какое яркое да в плане жениного подарка до девочки здесь вот это меня вообще дело убила напрочь я убила и я имею ввиду в хорошем смысле этого слова здесь тоже четыре ниточки скрученная да скрученная такая вот ну моточек да их тут три штучки да таких небольших и бобиночка я сильно вот знаете как как сказать то я подумала что это хлопок очень мягкий хороший хлопок и я подумала что нужно мне взять загну баруфу да потому что у меня вот прям такого же практически оттенка может чуть чуть потемнее хлопок бобины есть но он достаточно жесткий какой-то немножко какой-то косину дает потому что вот опять таки вот это неравномерная скрутка да я подумала что нужно еще одну ниточку для стабилизации до полотна добавить и вот я сидела значит пока тут ну в мастерской на диване чё тут делала работу работала в голове крутила мысли про вязание и вы знаете меня осенило думаю опаньки там же мне женек прислала вот эту красоту я же сейчас ее с хлопком совместю и буду как начну себе вязать ага девочки я беру вот это дело в руки и понимаю что что-то для хлопка слишком мягкая слишком нежная слишком тактильно но я такого хлопка не встречала беру бобинку в руки ну то есть как умная маня да как ну нормальные люди в принципе тогда делают когда что-то рассматривают да начинаю смотреть девочки и я заглядываю вон туда во внутрь а там вот для таких особ как я русским словом написано шелк девчонки вот здесь вот меня вообще конечно в общем девочки кто вязал из шелка я из стопроцентного шелка вот так чтоб ну настоящий шелк не скажем так не не искусственный да я никогда не вязала девочки вы мне пожалуйста кто работал шелком подскажите пожалуйста с чем его едят женечка милая расскажи может быть ты мне подскажешь что с этим делать мне теперь вот настолько его вот началось да в колхозе утро настолько жалко куда-то я я себе хочу связать маечку ма маечку опять да вот началось хочется связать маечку на лето спицами просто лицевой гладью без всяких там этих чтобы вот можно было там каким-нибудь шортики да на меня красивую напялить если я ну подберу себе каким-нибудь шортики чтобы я себя в них комфортно чувствовал да вот и маечку вот из этого можно просто ничего не добавляя связать маечку на лето девочки женечка милая дорогие помогайте на лето из шелка я так понимаю уже должен как-то холодить да вот охлаждать на лето из шелка ну реально связать маечку спицами вот или как в общем вот такую красоту женя мне прислала я прям милая огромное тебе спасибо ты не перестаешь меня удивлять вот вечно чего-нибудь такое положишь что я потом просто очень сильно удивляюсь мягко сказать вот это вот то что касается рукодельных таких вот рукодельных подарков от жени девочки и давайте я поближе пакетик поставлю да я тут уже этот пакетик положила вот эту ниточку вы в прошлом видео видео видели да это вот как раз а масса масса картопу волосы это то что женщина мне присылала да это вот я ее просто достала и положила в пакет это тоже жене подарок но это еще туда подальше ой девочки тут вот что начинается это вот это вот уже подарок отвиты я говорила вам да что вот таких вот великолепных моточков у меня три прошлый раз я вам показывал один моточку он остался в коридоре вот я вам показываю оставшиеся два это 100 грамм 100 метров ярму а это турецкая фирма и здесь вот такой вот состав 67 процентов акрил 14 шерсть 10 полиэстер и 9 махер вот цвет просто pink называется просто розовый вот такая вот мах нашечка у меня имеется это очень мягкая нить я буду вязать из нее образцы посмотрю что и как как она себя ведет и вообще если честно очень хочется ее с чем-нибудь смиксовать но я говорю посмотрю как она себя ведет после стирки да чтобы потом не испортить а то как я добавила себе в джемперочек до кидмохер на пели на полиамиде да который мне ксюшечка дарила полосочки помните кто меня давно смотрит такой где там такие красивые темные полосочки в голубом джемпере из cotton gold и чё толку она потом вот так как все съешь все как съешьилась все как по скаталась после стирки и у меня джемпер это просто на маму перешел то есть он был вот такой а стал сильно приталенный потому что эти там полосочки которые были просто его стянули вот это никак абсолютно не повредила самому джемперу это ну просто стал мамин и все форму он не потерял носить я его больше не смогла в груди жмет в общем девочки дальше показывал вам ниточку который с которой я никогда в жизни не работала мало того что не работала я еще даже и и ни разу этого производителя и не видела и не видела у нас не знаю продается такой ли нет в россии я четко как-то не замечала в общем о паньки все вот эту кручу у меня тут стол ездит да вот девочки вот такие вот чудесные моточки вы посмотрите какой шикарный цвет вот посмотрите какой он богатый насыщенный это у нас цвет 136 изи кеа изи кеа мерина наверно изи туда стопроцентная шерсть рекомендует производитель спицы номер пять даже на 40 градусах можно здесь у девочки нарисовано 40 градусов на единички гладить можно даже в машинку запихать вот и ну просто стопроцентная шерсть так май лавр 951 но 1951 год big мирина big вот вот такая вот ниточка девочки вот таких вот моточков мне вита прислала так 50 грамм забыла сказать в 50 граммах 85 метров мне виточка хорошая прислала вот это есть пакета девочки достаю достаю из пакета потому что все это дело в пакете лежит 245 моточков то есть 250 грамм по 85 метров вот что из этого вязать из этого можно вязать все что угодно и либо скомпоновать с чем-нибудь и вязать джемпер либо же это можно вообще связать вот такого красивого оттенка мне такое пойдет комплект на следующую зиму потому что ну в эту зиму навряд ли я уже успею я же говорю это как с тем желтым свитером да я вот довяжу рукава и зима закончится вот здесь тоже самое вот обалденный цвет мне нравится то есть из этого скорее всего на следующую если ничего не придумаю пока у меня такие мысли да это 7 пятница недели в этом плане я из этого могу себе связать шарф не снуд не снуд а именно шарф и шапку зимнюю дальше тоже такие вот 50 граммовые моточки обалденный такой цвет морской волны хэппи шип хэппи шип фирма такая овечка и называется baby wool baby wool стопроцентная шерсть спицы на этот раз номер 3 рекомендуют по толщине по толщине нити вторая категория вот здесь простите я пальцем номер два до спицы номер три и что тут у нас еще в 50 граммах на этот раз 165 метров девочки примерно такой же метраж как в yarnart jeans как в газал baby wool то есть вот примерно вот такая ниточка по толщине да то есть 50 грамм 165 метров и цвет номер 12 вот таких девочки у нас там собака of of делает на улице не обращайте внимание вот таких вот моточков мне вита прислала 4 до 44 ма . из этого тоже можно что-то связать что-то скомпоновать это стопроцентная шерсть нужно вязать образцы потому что непонятно будет колодца не будет колодца если будет колодца после допустим после того как это дело будет отвязано до какой-то образец или изделия соответственно малому уже ничего не свяжешь и есть вариант что это пойдет может пойти на шапку для романа кстати девочки это же только сейчас придумала у меня рома не дает мне шапку связать в каком плане вот я ему связала года два назад две шапки он сейчас таскать попеременно горит они еще нормальные я понимаю что они нормальные но они там уже в катышках все ну чистить задолбал задолбалась вот и собственно говоря ну с другой стороны непонятно просто будет такой оттенок носить или нет надо с ним переговорить потому что те шапки у него черные черные темно-темно серые такого графитового до оттенка вот вот такую красоту еще но вот это девочки я прям вообще я влюбилась я вот прям вот понимаете прямо вижу шапку и шарф для себя вот так вот так вот такая вот я глаза стая все это я увидела вот девочки и была еще одна красота из этого же самого производителя хэппи шип до счастливая овечка simple вул стопроцентная супер вошь вул ну собственно говоря супер вошь это то что мы можем стирать в стиральной машине simple вул моден еу вот так вот так спицы номер 4 50 грамм 100 метров то есть на 100 грамм получается 200 метров цвет номер 18 очень такой красивый пыльный ягодно лиловый вот вы его в принципе правильно видите и таких моточков не вита прислала так 2 ой одни овечки одни овечки которые подмигивают и я их никогда в жизни не видела я такой ну в россии я не видела я игру может быть я криво смотрела но я такую нити никогда не встречала вот никогда не встречала чего 333 335 да понятно 335 6 моточков вот 6 моточков 300 грамм с утра же до 5 6 до 300 грамм вот девочки вот такая еще ниточка у меня появилась моих запасах ну как тут как тут не будешь вязать да и еще то что нам всем практически знакомо мы все видели эту пряжу не все ее пробовали вот я в частности и и никогда не пробовала я даже не знаю почему как-то не доводилось или как-то ну я не знаю почему правда я даже не могу придумать никакую причину не сказать не придумать не знаю почему я так понимаю что совершенно зря я это делала обходила стороной теперь не буду девочки от drops альпака silk то есть альпака на шелке юникалор до браш тальпака silk drops перуанская ниточка маде перу вот такой вот у нас характеристики давайте как это чтобы было видно вот так можно этот пальчиком своим не дал и хук у нас получается спицы и крючок 5 миллиметров на 25 грамм приходится 140 метров 75 альпака 87 альпака и 23 процента шелка девочки вот таких 140 метров 25 граммовые моточки таких моточков у меня 4 и я знаю что вот этой красоты я знаю что вот этой красоты очень даже хватит мне на легенький джимпирог легенький джимпирог спицами лицевой гладью без всякого фанатизма девчонки настолько приятная нить настолько воздушная и я вот просто когда вот когда я эту нитку вытащила из посылки я сидела и и вот эти вот все да вот которые вот мне не знакомы я с таким вот это вот все любопытством смотрела а когда я держала вот эту нитку в руках ну и мне очень сложно верилось что я именно эту не держу в руках и мне было непонятно почему надо было дождаться да грубо говоря когда мне ее подарит когда эта ниточка приедет из норвегии чтобы понять что это совершенно классная нить и что ее можно смело покупать ну вот теперь буду пробовать вита огромное тебе спасибо дорогая моя за то что ты и новинок мне таких для меня новинок да под накидала и что вот эта нить то оказалась потому что ну сколько я на разные там смотрела да вот дропс ну что-то покручу покручу и выкладываю с корзины думаю ну чего я с ней буду делать вот как так а тут вот уже вот понимаете что делать просто брать и вязать вот меня ну слов больше особо нету потому что ну я сейчас просто вспомнила свои эмоции свое негодование от самой же себя думаю ну вот это как так ну вот как-то мне было странно вот поэтому девочки вот такие вот у меня четыре моточка здесь 100 грамм получается по 25 грамм моточек до 100 грамм и буду спокойненько вязать себе либо джемперочек либо либо джемперочек я так думаю вот поэтому наверное вот из так головой кручу наверное все что я вам хотела показать девочки мои хорошие женечка вита спасибо вам огромное мои дорогие за то что балуете меня вот так вот за то что вы уделяете мне ваше внимание мне безумно приятно вот если бы вы только знали это это очень круто это девчонки спасибо что вы у меня есть вот вот и все дифирамбу больше петь петь тут не буду просто спасибо что вы у меня есть и спасибо за то что когда-то мы с вами познакомились вот на этом наверное я хочу закончить свое видео да девочки я хочу вам пожелать всем 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 и каждому и каждому отдельно чтобы были смелыми сильными здоровыми улыбчивыми чтобы яркое небо было над головой теплое желтое солнце обязательно был мир в душе будет мир в душе будет мир вокруг если что-то идет не так постарайтесь взглянуть на какую-то определенную ситуацию с другой стороны у медали не только две стороны там еще есть грани если что-то не получается изменить постарайтесь изменить отношение к тому свое отношение к тому что происходит это тоже может помочь сгладить какие-то неровности и возможно какие-то острые углы девочки мои хорошие вы у меня самые чудесные самые замечательные спасибо за вашу поддержку спасибо за ваши эмоции которые вы мне передаете я их очень хорошо считываю поверьте мне через ваши комментарии я когда их читаю я очень хорошо чувствую то с каким посылом с какими мыслями и эмоциями главное вы это пишете девчонки поэтому я вам хочу сказать огромное спасибо за вашу искренность это очень важно и это очень дорого это очень дорого девочки когда это все искренне и от души вот спасибо вам огромное ловите от меня огромный огромный привет огромный огромный привет так чтобы не могли унести я вас очень сильно всех люблю насколько можно любить незнакомых физически да вот так в реальности людей которым нельзя подойти каждый день сказать привет как твои дела девочки там летит самолет да гул идет вот насколько возможно тепло и с душой относиться к людям которых никогда в глаза не видел и наверное не увидишь да потому что живем в разных городах а то и вообще в разных странах девочки спасибо вам огромное спасибо вас крепко обнимаю и нежно целую в обе щечки мои хорошие мои дорогие до самых скорых встреч все всем пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok